Всем привет! Сегодня я затрону такую тему, которая иногда случается, но у некоторых это вечная проблема, потому что люди не знают, по сути, как ее решить. У меня такая проблема произошла, хотя по сути-то делалось все по технологии. Казалось бы, все по технологии, но оказывается, что есть технология и есть еще исполнители этой технологии. То есть ты говоришь человеку, который делает эту работу, что нужно сделать так-то и так-то, он говорит тебе хорошо. Вроде бы смотришь, что он делает там то же самое, но в итоге происходит все обратное. То есть у меня произошла такая ситуация, что мы долгое время не могли здесь продолжать ремонт на потолке, потому что это объединен комната с балконом, вот, то есть балкон стал частью комнаты, живое помещение, но у нас затекал потолок. И что происходит? В принципе, когда дождь идет, не течет, не затекает сюда. Единственное, этот момент был, когда у нас таял снег и только тогда вот начинаются там какие-то физические явления, которые происходят, входят в этот, в эту плиту прикрытия и заходит вода. По сути у нас над, над нами балкон не утеплен, вот, мне казалось, что в принципе вода, снег заходит там на балкон, потом тает, потом течет, потому что текло в принципе даже здесь. Но оказалось, что вода, в принципе, она поступала с торса плиты, вот, засачивалась сюда просто, и тогда вот у нас просто вот в этом месте и затекала. То есть вода находит себе низшую точку и там вот течет, затекает. Что я сделал? Ну, сделал, естественно, в теплое время суток, потому что сейчас у нас, в принципе, еще зима, но вот очень весенняя такая погода, и я могу показать то, что, ну, то, что была та работа, которая была проделана. Смотрите, что при монтаже окна балконного блока, скажем так, в принципе, есть козырек, который не дает тем каплям, которые при дожде, чтобы они капали на стекло. Ну, естественно, этот козырек, он выглядывает у нас сантиметров где-то 15-17, вот, что достаточно, но, а заходит сюда на плиту еще сантиметров где-то 35-40. Вот, то есть достаточно широкий такой лист, вот, казалось бы, который не даст уже никак воде туда вот проникнуть, к нам на потолок, ну, опять-таки, была обратная реакция, поэтому все произошло. Что я сделал? Я сначала вылез, посмотрел, что там произошло, вот. Оказалось, там даже в некоторых местах не пропенено до конца, то есть те вот монтажники, которые устанавливали блок этот оконный, то я говорю, как такое произошло? Ну, вот, не увидели, вот. Ну, что, запенили. Запенили, я уже обрадовался, что все лучшее у нас впереди, вот. Опять снег, опять такая же история, то есть когда он растаял, он, начались вот эти вот процессы, то есть начало опять капать, затекать, мы не могли продолжать дальше делать ремонт, вот. И я летом потом просто заштукатурил стартовой шпаклевкой вот эту пену и торец, ну, насколько это было возможно, торец вот этой плиты перекрытия балконной. Вот. Ну, а теперь я вам это все покажу, вот, и вы увидите, что произошло. Ну, тем более, что видно, что у нас уже электрика, то есть светильники, ну, светильники установлены, ну, вот, электрика разведена, все покрашено, пол у нас уже постелен, поэтому иначе была бы беда, если бы оно потекло, конечно, это не очень хорошая такая вещь, когда, да, вот у вас что-то капает, где-то протекает, и где-то всегда убытки и плохое настроение. Естественно, может быть, кто-то думает, что это не их работа, ну, на самом деле, это вот... Я почему говорю, что, ну, не их работа в некоторых моментах, и у меня просто были еще такие вот работы, когда монтажники точно так же вот запенивали, запенивали между плитой перекрытия и вот этим вот козырьком, ну, они обычно таки делают, и ничего не происходит. То есть, там еще, по сути, наносится, наносится, типа, такой мастики, которая не дает аквамастика, вот, которая не позволяет протекать дальше, вот, и они плотно как-то, я не знаю, каким образом, но они очень хорошо это все делают, ну, прибивают, и нет этих проблем, вот, такие, как произошли у меня. Ну, вот, что происходит у нас. Получается, вот такая вот ситуация. Вот балкон сверху не застеклен. Вот, где я мог достать, там я достал, там, где не мог достать, там, там и не течет, в принципе. Ну, будет возможность этим летом, если получится, зашпаклюю. Ну, и что получается, я зашпаклевал ту часть, где я вообще доставал, вот, на торце, то есть, там, где было пропенено, я это все зашпаклевал. Ну, в принципе, еще говорят, что нужно его прокрасить, для того, чтобы штукатурка не осыпалась под ультрафиолетовым и под вот этими снегами, дождями, она не разрушалась, ее лучше прокрасить. Ну, или же еще лучше, это, конечно, битумной мстикой промазать, для того, чтобы такой был покрытый слой гидроизоляции. Вот, ну, в принципе, это все в процессе, я это все могу сделать дальше, но я уже рад тому, что оно, в принципе, не затекает. То есть, у нас полноценная такая квартира, которая может существовать, и, в принципе, долго она, вот, мы к этому шли, поэтому иногда просто не знаешь, чем можно себе вот помочь, как, найти причину, почему течет, потому что вроде бы все делается так, как нужно, а что-то происходит не так почему-то. Ты даже не знаешь, что ты иногда думаешь, что такое, почему так происходит. Ну, и хотелось бы пару слов сказать о том, что у меня были видео, когда я утеплял этот еще балкон. Этот балкон уже с таким утеплением существует уже третий год. Вот, я не скажу, что здесь когда-то было холодно, здесь, наоборот, даже жарко, открывается окно. Ну, плюс еще помогает этому южная сторона вот этой квартиры, поэтому говорить о том, что здесь что-то не так, это выявились бы причины того, что либо какие-то мокрые точки, точка росы, вот, выступала бы у нас где-то, вот, либо же было бы холодно, ну, а так как у нас здесь, я напомню, 50 миллиметров было стеродура, вот, плотный вот этот пенопласт, профиль, оконный профиль у нас идет 70 миллиметров, двойной стеклопакет, без напыления, пыление было еще по торцам. Самое интересное, там какой-то был миллиметр не зашпаклеван, вот, с него дуло, очень сильно дуло, вот, не знаю почему, она опять-таки какая-то физика, ветра где-то находят себе такие пути, где может именно задувать вот этот ветер, холод, вот, вот, ну, зашпаклевали и ветра нет, вот, этого потока воздуха нету, то есть у нас все герметично здесь сделано, поэтому все гуд, будут вопросы, пишите. На этом все, всем спасибо, всем пока.